А среди ваших знакомых есть те, кого мобилизовали? Кому пришлось пойти на фронт? Нет, моих нету, они не идиот. А один знакомый, у него знакомого забрали с работы, его уже убили. Никак совершенно не думаю. Мобилизация есть мобилизация, я о ней никак не думаю. Я не особо хочу лезть в политику. Я не буду отвечать на вопрос. Цена, которую хорошие люди платят за безразличие к политике, состоит в том, что ими будут управлять плохие люди. Вброс с поддельным приказом министра обороны РФ о наборе 200 тысяч солдат до ноября был именно вбросом. Такого приказа нет, что нам подтвердили, в том числе источники в Главном организационно-мобилизационном управлении Генерального штаба, на которых в документе возложили функцию контроля за исполнением начальственных указаний. Фейк, вброс, ерунда, чушь, нагнетают истерику. Если приказа нет, то что есть? Набирают народ в армию или обходятся исключительно добровольцами-контрактниками, заключенными и теми, кого набрали раньше? Трое детей. Нам предложили тоже жилье без туалета, без воды. Я говорю, вы что, совсем что ли? Как я буду без воды с тремя детьми жить? И вообще без всего. Потому что они вообще не выделили ни копейки, вообще ни копеечки не выделили. А сейчас муж у меня ушел на СВО вот позавчера. Потому что безвыходности нет, ни администрации не помогает. Он говорит, а что мне здесь делать? Он хотел устраиваться на другую работу, а тут вот так вот получилось. Он говорит, ну что, помощи никакой нет и что? Надо рассчитывать только на себя. Вот ушел. Отговаривала, не смогла вообще ни отговорить, ничего. Вот сегодня вот должны отправить уже без подготовки, без всего, прямо на передовую. Подписал контракт и ушел. Конечно, не хотел, но а что делать? Потому что мы сейчас в такой ситуации вообще. Набор идет ежедневно на протяжении всего года по всей территории страны, кроме нескольких регионов. В Москве и Санкт-Петербурге прием добровольцев и мобилизационные мероприятия проводятся так же, как в других субъектах РФ. Число граждан, решивших добровольно подписать контракт, росло весной и в начале лета. С конца июля идет снижение показателей. Меня это все раздражает и бесит изначально. Я, если честно, не согласен с официальной позицией. Вам не страшно вообще сейчас? Ну а куда деваться? Уеду в Сибирь. Сижу в подвале. Ну, не иду однозначно, потому что это полностью изменит меня. Я сделаю то, что я не хочу делать. Это кого-то убивать. Одновременно с этим растет потребность в личном составе в войсках. Зависеть от того, сколько человек захотят пойти в армию самостоятельно, мы не можем. Поэтому также с начала 2023 года ведутся мобилизационные мероприятия. Сверка личных данных работников предприятий – повестки. Не в таком объеме, как осенью прошлого года, в меньшем, но эта работа будет продолжена. Пояснил один из представителей ГУМУ Генерального штаба. Его коллега из того же управления высказался куда конкретнее. С начала года, по конец августа, набрали более 240 тысяч. Это и мобилизованные, и те, кто сам пришел контракт подписывать. Надо восполнять потери. Надо готовить кадры под продолжение СВО осенью, зимой, в следующем году. Надо заменять тех, чей контракт закончился. Конечная цифра будет зависеть от ситуации на фронте. Судя по тому, как тщательно и масштабно готовится введение военно-крепостного права, плана по прекращению войны в ближайшее время у Кремля нет. Базово, по году, мы должны поставить в ряды вооруженных сил РФ 700 тысяч человек. Повторяю, ни призывников, ни тех, кто призывается на сборы, мы никого не используем и не собираемся использовать при проведении этой военной операции. Цифру, скорее всего, скорректируют в сторону уменьшения. Снизят до 550-600 тысяч, потому что сохраняются проблемы с обеспечением, обучением, нехваткой сержантских и офицерских кадров. Солдаты, мне воевать нечем. Работа по подготовке мобилизационных мероприятий ведется. На предприятиях и в крупных компаниях в отделы кадров приходят указания из военкоматов сверить личные данные сотрудников и предоставить их военным. На город Тольятти поставлен план 2 тысячи человек. Мы набрали немногим больше 250. Это 10-15% по зависимости от района. Если в течение месяца двух мы положение не выровняем, будет вторая волна. Уже никто никого спрашивал, не будут, но опять в интомат и понесут аресты. Также на промышленных и оборонных предприятиях кадровики работают со списками работников, имеющих бронь. Из них выбирают наименее квалифицированных, наименее дисциплинированных и наименее нужных. Если возникает потребность в людях, их быстро снабдят повестками и под видом сверки данных отправят в военкоматы и на службу. У тебя есть комната, можешь хоть поиграться. У тебя есть столовая, ты можешь поесть. Если он не хочет идти в инкомат, сами сходите и скажите. Я знаю, где лучше. Тогда не скажите, адрес скажите. Тебя после этого отправляют в два крупных учебных центра, где тебя полностью экипируют, Москва тоже помогает. Бронь в театре бывает. Все остальное слова. Нужно будет пушечное мясо, будем забирать с бронью. Это просто слово, за которым ничего нет. Послезавтра военкомат. По югу страны, по многим регионам, военкомы зарабатывают на том, что под заказ безнюков забирают у их конкурентов рабочих, инженеров, срывают таким образом контракты, говорит сотрудник ГУМУ генерального штаба. К терапевту. Со всеми симпатиями и антипатиями. Это просто факт. Что бронь ничего не значит, было понятно еще до начала мобилизации. Теперь это подтверждается даже судебной практикой. В начале августа суд в Ханты-Мансийском автономном округе признал право военкоматов мобилизовывать тех, кто имеет бронь. Хватит ныть! Развели сопляков, набрали их! Для мобилизации, рассылки повесток и выдергивания людей из домов сейчас не нужен приказ Шойгу. Каждый сослик-агроном. Собрался и пошел на фронт. Как вы помните, 21 сентября 2022 года число мобилизованных так и осталось для широкой публики под грифом «для служебного пользования». А озвученные официально 300 тысяч человек уступали реальной цифре больше, чем вдвое. У меня еще один сын есть. У него 37 лет, у него трое детей. Придет повестка, значит, поедет тоже. Только расписался на днях. И у меня на второй день после росписи пришла повестка. Путинский указ о частичной мобилизации не утратил силы. Он действует, и война не останавливается. Только за лето, по очень приблизительным данным, уточненные будут к концу сентября, вооруженные силы РФ и прочие пророссийские подразделения потеряли убитыми и ранеными более 120 тысяч человек. Еще около 60 тысяч выбыли из-за болезней, бытовых и производственных травм, алкогольных отравлений или побоев. Убивают наших солдат, а счастливый дедушка думает, что ему хорошо. Побить героев почти лиминутой молчания. Для России не существует понятия неприемлемых потерь. Двухсотые, трехсотые. Все равно стоят. Многие из этих 60 тысяч даже не успели доехать до зоны боевых действий и не услышали ни единого выстрела. Все эти дыры надо закрывать, но без шума и пафоса. А то россияне могут и заметить, что уже более полутора лет идет война. И идет совсем не по первоначальному плану. Если случится вторая волна мобилизации, то она случится где-то между 10 сентября и 10 октября. В этот промежуток времени. Потому что, собственно, как вы знаете, 10 сентября в Российской Федерации единый день голосования. Когда будут выбирать там полов регионов довольно большого количества. Еще местные парламенты будут проходить выборы. Поэтому, конечно, нервировать избирателей накануне этих событий не хочется. А с другой стороны, уже в 2024 году будет поджимать президентская кампания, которая в марте состоится выбор президента Российской Федерации. Если их решил Кремль не отменить, а похоже, он решил их не отменять. Поэтому там тоже близко к ним мобилизацию проводить, конечно, нельзя. Поэтому, если и будет эта мобилизация проведена, то кажется, что она будет проведена где-то в конце сентября, начале октября. Так же, как было это в прошлый раз. А если это и случится, то они, мне кажется, будут объяснять, это не второй волной мобилизации, а заменить предыдущие 300 тысяч, которые были признаны 21 сентября 2022 года. То есть в прошлом году. Туда на какие-то новые 300 тысяч.